Хотел бы сделать обращение к лидерам всех политических партий патриотического европейского направления, которые ориентированы на то, чтобы Украину построить как богатое государство, где будет много богатых людей, где не будет миллиардеров, тех партий, которые реально хотят бороться за Украину как европейское процветающее государство. Прежде всего хочу обратиться к партии Батьхивщина, Тимошенко, радикальная партия, это Ляшко, Самопомич, Садовой, Свобода, Тягныбок, Народный контроль, Добродомов и Громадянская позиция, Гриценко. Вы сегодня имеете огромную возможность показать, что вы реальные политики, а не какие-то паяцы, клоуны, болтуны, которые ходят только на телеэфирах и там рассказывают и стонут, и причитают, и скулят о том, что если бы им дали власть, то они бы изменили страну. Сегодня у вас есть такая реальная возможность это сделать. Вы имеете в городских советах, районных советах, в областных советах представителей своих политических сил. Более того, народ дал вам очень много мандатов на местных уровнях, в местные органы власти. И вы можете в значительном количестве этих субъектов управления на местном уровне создать сейчас новые коалиции, правящие коалиции без вот этих шоколадных уродцев, без этой кланово-олигархической мерзости, БПП, солидарность, куда вошли также разные представители от остатков удара и так называемого народного фронта. Вы можете сегодня в городских советах иметь большинство. Вы можете выкинуть эту нечисть миллиардерскую, бандитскую из коалиции и создать свои исполкомы, и взять власть в свои руки. Вы можете садовой, это может сделать спокойно, с батькивщиной, радикалами, укропом, может это сделать во Львове. Можно создать новый исполком и новую коалицию в городском совете. Можно то же самое сегодня сделать в областном Львовском совете, устранив от власти предателей, которые это фактически те же, которые были при Нуковиче и при коммунистической когибистской номенклатуре. Вы можете убрать фактически банду, которая сегодня грабит город Киев, создав новую коалицию и взяв в нее ту же партию Еднист и сделав это в Киеве, в Горсовете и поставить своего секретаря Рады и создать свой фактический исполком параллельный. То же самое можно сделать в большинстве областных центров на сегодняшний день и в райцентрах на Западе и в центре Украины и в других городах. Почему вы этого не делаете? Как долго вы будете все болтать? Тем более понимайте, что каждый день идет укрепление диктатуры Порошенко. Он расставляет свои кадры везде. Он преследует сегодня людей. Их арестовывают. Их неправильно судят. Националистов, патриотов. Он не работает над защитой государственных интересов. Посмотрите, может он кому-то помог освободить наших политзаключенных, которых захватил российский агрессор. Может освободили наших пленных, которые уже сидят почти по два года в застенках у Путина в его Лугандонии. Мы должны понимать, что народ становится все более нищим. Людям уже есть нечего, нечем детей кормить. А эти подонки, которые окружают Порошенко, они все время обогащаются. Посмотрите, как быстро растет капитал того же Порошенко. Они вместе с яценником захватывают новые предприятия, новые бизнесы. Они уже распилили государственный бюджет. Они довели уже государственный долг Украины в внешний долг до 44 миллиардов долларов. Уже нечем отдавать. Вы будете отвечать точно так же вместе с БПП. Раз вы вышли на центральном уровне с коалицией, раз вы осудили БПП и Порошенко как предателя украинского государства, который не блюдет национальные интересы, вы должны то же самое сделать на местах. Не может быть так, что на центральном уровне вы декларируете, что вы в оппозиции, а на местном уровне руководители ваших местных организаций темкаются, целуются и пилят деньги местных бюджетов вместе с представителями Порошенко и его клана. Поэтому настал час. Покажите всем украинцам, что вы готовы взять ответственность на себя, что вы готовы победить БПП на местном уровне, устранив их от власти. Таким образом вы спасете от геноцида и концлагеря всю Украину, весь украинский народ. И хотя бы таким образом покажете, что вы реальные политические лидеры, а не просто болтуны, как кукушки-глухари, которые такуют и кукуют на этих телеэфирах, на разных телепрограммах. Когда какие-то проплаченные комментаторы фактически вас используют как дрессированных обезьян и собачек в цирке или на манеже каком-то. Или делают из вас в зоопарк, где вы друг на друга гавкаете. Перейдите к реальным действиям. Я как лидер Украинской национал-консервативной партии обращаюсь к вам и считаю, что сейчас самое время устранить банду государственного стационарного расхитителя Порошенко и его группы, как Ложкин, Каноненко, Третьяков и другие, от руководства на местах. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее сможем спасти Украину от той руины, которую ввергает Порошенко, Кучма и все прочие олигархи и аллигаторы.